МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это ноябрьск, 24. Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях недели. Не прошло и трёх дней. Один из тренажёров на новой площадке в третьем микрорайоне уже пал жертвой вандалов. Обрушился или взорвался серьёзная коммунальная авария в Муравленко, пострадала ёмкость для сбора сточных вод. Трудные дети и сложные родители. Как живут несовершеннолетние в семьях, где взрослые ведут асоциальный образ жизни? Житель Ноябрьска погиб в аварии на трассе. Это случилось 13 августа на автодороге Москва-Челябинск. Там столкнулись Тойота и Большегруз. Как сообщает региональное управление ГИБДД, пока неизвестно, по какой причине водитель иномарки выехал на встречную полосу и допустил роковое столкновение. Однако на видео видно, удар был такой мощности, что грузовик перевернулся. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Его пассажирка, 35-летняя женщина, была госпитализирована. В региональном МВД уже подтвердили, что погибший житель нашего города. В настоящее время на автодороге установлено реверсивное движение. И сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и проводят проверку по факту ДТП. Стала известна предварительная причина аварии на улице Холмогорская. Там 16 августа столкнулись две иномарки. По предварительным данным, водитель легковушки при повороте налево на перекрестке не уступил дорогу внедорожнику. Последний от удара слетел с дороги и снес ограждение. Известно, что люди в ДТП не пострадали. Стаж вождения у виновника аварии небольшой. По словам очевидцев, он пытался уйти от столкновения, но не сумел. С новой многофункциональной площадки пропал один из спортивных тренажеров. Общественную территорию для спорта и отдыха открыли в этот понедельник. И почти сразу, рассказывают очевидцы, один из тренажеров был сломан. По словам жителя микрорайона, спортивный снаряд для становой тяги сначала был вывернут в неестественную для него сторону. А чуть позже и вовсе исчез. Стал ли тренажер жертвой вандалов или просто был ненадежно закреплен, мужчина не знает. Пришел, уже было поломано. В понедельник вечером рожать, уже поломано было. Вопрос помогли прояснить камеры видеонаблюдения, которые установлены по периметру многофункциональной площадки. Спортивный тренажер пострадал от чересчур активных занятий. В ночь после открытия площадки становую тягу на нем решили потренировать сразу трое молодых людей. В результате снаряд вырвали из крепления, и его решено было вывезти, чтобы никто не пострадал. В компании, которая занималась установкой оборудования, нам пообещали вернуть тренажер на место и закрепить в ближайшее время. Мы это все исправим, это обязуемся, конечно, исправить, даже безусловно. Но надо небольшой промежуток времени, чтобы все это организовать, подготовить и выехать и исправить. А когда примерно можно ждать, что он вернется? Я думаю, на эту неделю он будет на месте. Трудные дети и сложные родители сегодня на учете в отделе полиции. По делам несовершеннолетних состоят более 70 семей. Все они находятся на постоянном контроле. Их регулярно навещают сотрудники полиции и смотрят, в каких условиях живут люди и есть ли продукты в доме. В одном из таких рейдов побывала наша съемочная группа Юлия Морева с подробностями. В эту дверь сотрудникам полиции приходится стучать часто. В однокомнатной квартире живет семья с двумя детьми. Родители и полицейские не раз заставали в нетрезвом состоянии. Однако в этот раз дверь никто не открыл. Они вас, наверное, видели, они прятались. Зато сосед по площадке твердо уверен. Хозяева дома нарочно притихли. Мужчина рассказывает, что еще два часа назад они точно были в своей квартире. Присутствие этих соседей всем остальным жильцам дома трудно не заметить. Изъятие детей и семьи – одна из крайних мер. К не прибегают, когда здоровью жизни детей угрожает опасность. А также тогда, когда уговоры и беседы с нерадивыми родителями никак не помогают. Сначала к родителям применяется мера административного воздействия. Это предупреждение и штраф. Если же данные меры не приносят положительного результата, родители выводов не делают. Принимаются уже более строгие меры, как ограничения в родительских правах. На сегодняшний день у нас достаточно много родителей, которые ограничены в родительских правах. Буквально на прошлой неделе мы сняли семь таких семей, родители в которых были ограничены в родительских правах. Дети переданы на воспитание третьим лицам. Из этой семьи детей чуть было не забрали. Порванные обои, висящие розетки и ужасный запах. Мальчики и девочка 6 и 8 лет жили в полной антисанитарии. Но ситуация со временем стала улучшаться. В доме постепенно наводят порядок. Мама уверяет, что за своими чадами следит. А то, что они теперь под пристальным вниманием, виноваты злые языки. Мол, в детском саду пожаловались, что и ребенок ходит неопрятный. А я всегда стираю. У меня всегда дети чистые ходят. Никогда у меня сын не жаловали, что у меня были одежды грязные. Ну, типа сказали, что так произошла ситуация. Неблагополучные семьи попадают в разные жизненные ситуации. Все они несчастны по-своему. Где-то возникли проблемы с финансами, где-то родители не прочь выпить, где-то дети растут сами по себе, а возрослев, оступаются. Как, например, подросток, который живет по этому адресу. 16-летний парень попался на угоне и сейчас фигурирует в уголовном деле. Дома его не оказалось, но мать говорит, что ребенок исправляется. Закончил 9 класс, планирует поступать в колледж. Он учится, он уже отучился как бы. Вот поступает он. Но сейчас не знаем, потому что народу много, 9 классов очень много, и все поступают, очень много народу. Он еще в школу будет ходить на борьбу с своему классному руководителю. Поэтому проблемные семьи и навещают, чтобы направить людей на правильные ориентиры. Эта работа дает положительные результаты. От визита к визиту инспекторы по делам несовершеннолетних видят, что атмосфера во многих семьях оздоравливается. Мы имеем такие примеры, когда осуществление контроля, работа сотрудников полиции, служб системы профилактики приносит положительные результаты. Родители меняют образ жизни, трудоустраиваются, делают для себя выводы, определяют приоритеты и принимается решение о снятии данных с семей, с учета. В этом году с учета сняли 50 семей, но ситуация пока еще далека от идеала. Ячейки общества, которые находятся в группе риска, выявляются вновь и вновь. Тем временем полицейские просят горожан не быть равнодушным к чужим бедам. Если дети обделены вниманием родителей, об этом следует обязательно оповестить. Юлия Мурева, Сергей Павлов, ноябрь 24. Судебные приставы выдворяют иностранцев, которые находятся в России незаконно. На Ямале существует спецучреждения, в которых содержатся такие нелегалы. Люди находятся там до тех пор, пока суд не примет решение о выдворении их за пределы страны. Всего с начала года на Ямале задержаны 72 человека, из них 69 отправлены до государственной границы. Часть задержанных нелегалов пришлась и на Ноябрьск. За неполный 2018 судебные приставы получили 12 постановлений о задержании иностранцев. 7 человек уже выдворены за территорию России. Такая участь ждет еще двоих. Три человека находятся в розыске. Основная причина, по которой людей депортируют из страны, нарушение правил пребывания на территории России. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения девочки в Тазовской тундре. Расследование начато по статье убийства. Напомню, 15-летняя Светлана Евай пропала 8 августа. Девочка ушла в гости к брату. Его чум располагается примерно в 7 километрах от стойбища родителей пропавшего подростка. До места назначения девочка не добралась. Сначала родители искали ее сами, но затем попросили помощи полицейских и спасателей. Задействована авиация, но следов ребенка по-прежнему нет. Светлана объявлена в розыск. Полицейские отрабатывают различные версии, в том числе и убийства. Прервемся на короткую рекламу и смотрите сразу после нее. Снова без горячей воды. В ноябрьске приступают к гидравлическим испытаниям перед началом отопительного сезона. Сколько придется греть воду в чайниках и тазах? Еще одна сохраненная жизнь. Врачи перинатального центра спасли пациентку с обширной потерей крови. Табак и алкоголь проверили. Ямальские предприниматели оштрафованы на полмиллиона за нарушение правил продажи сигарет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова